Идёт консультация по арканам, и мы разбираем арканы в пути. У Алексея дата рождения 24.05.1984 год. Сейчас мы разбираем аркан месяца. Месяц нам указывает в нашем коде жизни, в дне рождения, указывает, с какими задачами мы пришли в эту жизнь. И у Алексея пятый аркан. Пятый аркан – это Ярофант. Психологические характеристики, которые проявляет человек, они тоже есть как положительные и отрицательные. Если мы положительные себя проявляем, то у нас положительные события происходят в нашей жизни. Если отрицательные, то отрицательные. И зная это, мы можем скорректировать свои отрицательные какие-то моменты, положительные, и тогда наша жизнь совсем выберет другой путь. Вот, значит, а какие характеристики психологические? Ну, про карту сначала расскажи. Она такая вот, красная вся какая-то. Что значит? Про карту. Ну, Ярофант. С крестом каким-то. Ну, это карта энергия власти, авторитета, управления, контроля. О, контролировать я люблю, это про меня. То есть мы даже видим на карте, то есть вот этот красный, его красное одеяние, это такая сила, доверие на основе веры в будущее. Он как учитель, как жрец. То есть вот у него два человека, которые как подданные. Он уважает традиции, он консервативен, живет вот по таким, по правилам. Вот, карта очень сильная. Вот, соответственно, какие-то... А там же вот эти арканы бывают какие-то, верхние, нижние? Ну, нам не надо, мы работаем по главным арканам. Или они все 22-грамные? Верхние. Да, вот они все главные. 22-грамные? 22, да. Вот, положительные. Какие характеристики? Давай с отрицательной. Давай с отрицательной. Стремление получать, поучать, осуждать, нежелание пользоваться новыми технологиями, нежелание учиться, нарушая социальные нормы, отрицание все нового. Так это плюсовые все это называют. Может быть, там, фанатичным, проблема с учебой, с учителем, нежелание, вообще отрицание образования. Двойные стандарты, жажда власти над людьми, плохие взаимоотношения могут быть с отцом. Такой ханжа, имеющий материальные цели под маской такого благочестия. Ну, как бы, не очень хороший персонаж, но и, соответственно, события могут быть отрицательные. Если мы берем положительные, как оно в идеале должно быть, это справедливый, добрый человек. Он уважает традиции, великодушный, умеет дать дельный совет, он помогает людям, он тоже очень духовный, религиозный, он постоянно учится, да, он имеет авторитет, обладает глубокими знаниями. Ну и, соответственно, тоже есть доступ в эзотерику, уверен традициям. И вот у Алексея, получается, первая карта — это жрица, который к тайным знаниям имеет доступ. Иерофант, он тоже работает с тайными знаниями, с духовностью. Это говорит, что если повернуться в эту сторону, то жизнь откроет другие двери, и они будут, как бы, не то, что более, они будут другие, и жизнь будет раскрываться по позитивным событиям. Вот. И если человек раскрывает себя по позитивным вот этим моментам, как знания, образование, он накапливает эти знания, он передаёт, и за ним идут последователи, ученики. То есть он может за собой вести людей. Вот. События какие положительные? Что человек может прийти к тому, что он будет давать консультации, консультировать, беседовать к нему, приходить как за помощью. Духовным наставником может быть, покровителем благотворительным. Отношения, которые будут очень устойчивые и доверительные. Эта карта также показывает, что будет брак, будет семья, будет рождение детей, будет получение каких-то официальных документов. Вот. Но если мы сталкиваемся вот с отрицательными, да, событиями, то это наоборот будет общественное порицание, непринятие, нарушение моральных устоев, разрушение брака будет в этот период, а это период где-то вот 30-39 лет. Оформление наследства может быть наоборот потеря, с имуществом какие-то могут быть потери. Вот. Поэтому лучше, конечно, и могут быть предательства со стороны или мужчины, или друга, что-то такое. То есть проявляться так могут эти цифры, если мы не живем по плюсу. Ну и, конечно, кармическая задача, это что нам нужно внести по месяцу своего рождения в жизнь, это показывать и помогать людям видеть их дорогу, быть учителем, иметь хорошее образование, уважать культуру и традиции, семьи и вообще в жизни, погружаться в тайные знания и религию. То есть открыть для себя, вот, может быть, вот это как новый путь познания, быть открытому новому, не быть консервативным, не держаться за старое, а его всё нужно как бы отпустить и идти в новое. Стоит избавиться от неуверенности, если есть какие-то сомнения от этого, тоже нужно избавиться, потому что очень сильные карты, они открывают очень большую дорогу, потому что общение с людьми. Вот, учиться нужно понимать людей, принимать от них знания, передавать эти знания дальше, наладить отношения с отцом. Вот обязательно, если с отцом, если в той карте у нас было хорошее отношение с мамой, то в этой карте хорошее отношение с отцом. Если с отцом хорошее отношение, а деньги у нас идут через отца, то открываются именно, ну, такие материальные блага. Нужно, конечно, людей учить, но не поучать. То есть не говорить, я же говорил, я знаю, как надо. То есть обратился человек, помогли, где-то скорректировали, но ни в коем случае своим не давить, не критиковать, не пытаться решить за окружающих, не отойти от этого тотального контроля, гордыни и мысли о своём совершенстве. Каждый человек по-своему совершенен, но мы не должны это переходить, каждый человек уникален, совершенен, но это не должно переходить в эго и в гордыню. Вот, что нам несёт наш месяц, да? Месяц несёт то, что мы знаниями, месяц рождения, что мы знаниями несём в мир, мы помогаем людям увидеть их дорогу, мы сами образовываемся и тогда сложится всё прям прекрасно. Так это пятёрка зависит от месяца, что ли? Пятёрка зависит от месяца. А, предыдущий знак тогда от чего зависит? От дня рождения. От 24-24? А оно просто считается, да. А как считается? 24-22-2. Всегда отнимаем 22, когда считаем баркана. Ну, с этого и надо было начинать. Так, следующее у нас... Такая здесь-то мы ещё, я ничего не понял. Резюмируй давай. Кратко, без воды. Кратко, без воды. Нужно идти вперёд, получать знания, не отрицать чужой опыт и чужие знания, а учиться и передавать это дальше людям. Показывать путь, помогать, но не поучать. развиваться и понимая, что от тебя очень много может зависеть для других людей, не уходить в гордыню и вот это превозношение себя. И выстроить хорошее отношение с отцом, ну, чтобы был материальный достаток. Так, всё по этому органу. Да. И что ещё сказать? Двигаемся дальше. Продолжение следует...